Суббота, 17 августа. Крайний день нашего похода по Швейцарии 20-24. Мы переночевали в потрясающем месте, очень импозантном. Сами швейцарцы зачастую такого не видали. Не каждый сюда дойдёт, а мы дошли. Вероника говорит, она сюда пришла не спать, а переночевать. И говорит, что она благополучно переночевала. Вон вдалеке слева наша избушка. Не на курьих ножках. На швейцарских курьих ножках. Сегодня мы возвращаемся тем же путём, что шли вчера к нашему потрясающему ночлегу. Но только до определённой развилки. Солнце и тень разделили озеро на два разных цвета. Ирочка посмотрела вверх на гору и говорит, ну куда мы лезем? Куда? Самое главное, зачем? И зачем? Кто-нибудь знает ответ на этот вопрос? Пишите в комментарии. Да, комментарии обязательно оставляйте, если вы хотите поддержать этот прекрасный, развивающийся канал. И вот уже который день перед нами красуется гора Бернина, которая и является темой нашего похода. Всё вокруг Бернины. Наверняка многим из вас понятие Бернина напоминает швейную машину SwissMade. Самая лучшая швейная машина в мире. Явно просматривается место, где сошла лавина этой весной. Очень хорошо можно понять, какой ширины был ледник, который сошёл. Девочка несёт в рюкзачке свою куколку. Вот это пляж, я понимаю. На высоте 2755 метров над уровнем моря. Ирочка принесла нечто вкусное. Безалкогольное яблочное вино. Просто. О! 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 Поехали! О! 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 Лена? Сели на пикник. Вот с таким видом. Классно так пикник делать, да? Классно. 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 Очень нам этот домик понравился. На опушке леса. Водопад. Наша сладкоежка соскучилась по вкусностям. Заказала себе кофе с мороженым. Да каким, посмотрите. Я еле успела камеру включить. Важное замечание, это все до ужина. Мы сейчас будем ужинать. Обедать и ужинать. Или завтракать, обедать и ужинать. Это уже кто как понимает. Боже мой. Это же картины какие-то. Майне гюте. Всем приятного аппетита. Вся эта гостиница украшена белыми питуньями. Очень нарядная публика. Непонятно для чего они так нарядились. Может быть свадьба какая-то. Продолжение следует... По презентации Ценности Цинк vag Barber наша ГРА b Продолжение следует. Распорт тебе мне кнопки desafunkтам. Т��, наверное, рующим. Уchnешать всём, а з Academy. ореховый торт это не просто ореховый торт почему наш ореховый торт самый лучший потому что мы используем только натуральные продукты большой ореховый торт стоит 33 евро тут девочки меня поправляют что или вернее напоминают что мы находимся в швейцарии и здесь действующая валюта это швейцарский франк но я просто называют цены иногда в евро потому что думаю это всем более понятно какое соотношение к той или иной валюте имеет евро вот так спокойно мы проходим мимо дома в котором несколько счастливых лет провел сам фридрих нитше и название этой деревни до недавнего времени даже мне ничего не говорила называется эта деревушка сельсмария а вот фридрих нитше он знал куда нужно ехать для счастливого времяпрепровождения интересно что среди всей этой альпийской экзотики старинных шале или может быть не очень старинных но шале мы видим такую очень модную почти что футуристическую остановку автобусную остановку интересно оформлен фонтанчик с питьевой водой деревом тоже для меня необычная история впервые вижу такое обрамление девочки уже за шопингом соскучились похоже вообще на путь ничего не было вообще сейчас обязательно куплю себе вот такую крючка к счастью все закрыто очень тонкая резьба даже прям не верится что это из дерева в салоне и 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Домой с девочками поедем в Тюрихи На сегодня это наше пристанище Мы уже поужинали Сильно устали, но есть возможность принять душ Зарядить телефоны Подышать еще напоследок чистым воздухом на этом балконе Это кухня Приблизительно ее ремонтировали лет 50 назад Но здесь все в идеальном состоянии находится На наше счастье здесь очень много различных чаев Напьемся на ночь чая Старинный холодильник Пустой Тоже всевозможные запасы Печенюшки для вас Печенюшки 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 Масла Кто же здесь, наверное, живет? Масла Погнал мои двери А, это, кстати, кровать может быть Масла С ван Мы не с удовлетворили Осов� Вот так вот шкафчик превращается в элегантную кровать. Ирочка уставшая сидит в очереди в душ. Ванная комната. Тоже всё идеально. Идеально. Посмотрите, какой смыв. Так надо нажимать. Ой, а чё это у меня? Одиннажный смеситель. Нигде не пякнышко. Швейцарские Альпы расстроены. Мы уезжаем. Повезло, так повезло. Хорошо, что мы сейчас на завтрак и домой. Альпы. Продолжение следует... Старинный буфет. И собачки породы Бернардино. Слегка подмокшие туристы. Заканчивается наше путешествие. И сначала мы отправляемся на автобусе до всемирно известного горнолыжного курорта Сент-Морритс. Продолжение следует... Все очень заняты, работают над своими инстаграмами, статусами и прочими сетями. У Вероники есть и потенциал, и материал, и время, и интернет, и зарядка для телефона. Появится потенциал, появится материал. Вот и заканчивается наш поход по швейцарским Альпам в августе 2024 года. Темой этого похода был перевал Бернина, гора Бернина, все вокруг Бернины. Мы поднялись и спустились на несколько тысяч метров. За шесть дней мы прошли около ста километров. Прошли по границе большого европейского водораздела, который разделяет бассейны Адриатического и Черного морей. Мы любовались невероятного цвета горными озерами, ледниками, снежными вершинами, горными реками. Пили из них звенящую, кристально чистую воду. И, конечно же, делились этим с вами. Мы очень надеемся, что вам понравился наш поход. Смотрите все видео этого сериала. И до самых-самых скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!